Всем привет! Вам наверняка известно, что человеческий мозг очень удивительная штука. Порой он может выдворять такие вещи, в которые очень сложно поверить. А хотите покажем, как с помощью некоторых трюков можно поиграть с разумом ваших друзей? Еще бы, что за глупый вопрос! Когда вам будет нечем заняться или же вы просто захотите разыграть друзей, обязательно попробуйте. Возможно, после этого они, да и вы сами поверите в волшебство. Итак, это 10 фокусов разума. Поехали! Выбери палец Хотите, чтобы ваши друзья поверили, что вы умеете читать мысли? Если да, то этот трюк специально для вас. Попросите своего друга поднять правую руку. Затем попросите его выбрать один палец и сосредоточиться на нем в уме. После этого осторожно прикоснитесь к каждому пальцу на его руке и смотрите на товарища. Когда вы коснетесь пальца, который он выбрал и о котором думает, ваш друг подсознательно будет оказывать вам небольшое сопротивление, сам того не замечая. И вуаля! Именно так вы сможете определить правильный палец. Ну а ваши друзья наверняка будут в легком шоке. Расскажи мне больше. Если вам трудно вытянуть из человека какую-нибудь интересненькую информацию, то смотрите. Вот вам трюк, который заставит подопытного выложить все свои мысли. Задайте своему другу вопрос, и если он, как обычно, делается односложным ответом, начните пристально смотреть ему в глаза и помолчите в течение нескольких секунд. Тишина будет настолько неудобной, что он будет вынужден продолжить говорить, хотя бы для того, чтобы вы перестали так пялиться на него. Морковка Так, а вот вам еще один забавный фокус разума, который обязательно должен сработать. Задайте кому-нибудь несколько простых вопросов по очереди. Сколько будет 1 плюс 1? Сколько будет 2 плюс 2? Сколько будет 4 плюс 4? А сколько будет 8 плюс 8? Затем сразу попросите человека назвать, эмм, овощ. По непонятной причине после решения этих простых математических примеров Большинство людей всегда называют морковку. Момент. Да-да, это первый овощ, который почему-то приходит в голову. Не верите? Спросите любого и убедитесь. Что ты ел на обед? А это краткая инструкция, как заставить человека почувствовать себя слегка туповатым. Попросите одного из ваших друзей посмотреть вам в глаза и скажите, чтобы он ни в коем случае не отводил взгляд. Затем спросите его, что он ел на обед 3 дня назад. Ваш друг, скорее всего, не сможет ответить на этот вопрос, потому что вспомнить события, которые происходили даже несколько дней назад, не отводя взгляд вправо или влево, практически нереально. Да ваш друг быстрее с ума сойдет, чем это сделает. Передай другому. Если вы несете в руках предмет, от которого хотели бы избавиться, у нас есть простой способ, как это сделать. Например, вы несете в руках банку из-под газировки. Вместо того, чтобы выбросить ее в мусорку, отдайте ее вашему другу, при этом разговаривая с ним. На самом деле разговор отвлекает человека настолько, что он автоматически возьмет банку из ваших рук без всяких вопросов. Этот трюк получится у любого. Вы сможете запросто сплавить книгу, маленького ребенка, сумочку, мусор, да что угодно, лишь бы самому не тащить. Как ваш друг к вам относится? Вам когда-нибудь было интересно, как ваш друг по-настоящему к вам относится? Что ж, сейчас проверим. Все, что вам нужно сделать, это попросить вашего друга нарисовать пальцем у себя на лбу воображаемую букву Е. Если он напишет букву так, чтобы она смотрела на вас, это означает, что он сопереживает вам и делает все, чтобы вам было удобнее. Но если буква Е написана в зеркальном отражении, как он видит ее перед собой, это означает, что он полностью игнорирует ваши чувства и думает только о себе. Теперь-то вы знаете, как вычислить эгоиста среди друзей. Неуверенность. Хотите ввести в заблуждение человека? Хм, тут все просто. В самом разгаре разговора начните внимательно смотреть на его волосы или подбородок. Как только ваш подопытный заметит, что вы не смотрите ему в глаза, он сразу же начнет чувствовать себя неуверенно. Кстати, в большинстве случаев у человека непроизвольно сразу начинает чесаться то место, на которое вы неотрывно смотрите, так что поаккуратнее там со взглядами. Камень, ножницы, бумага. Ножницы редут бумагу, бумага покрывает камень. А это руководство поможет вам выходить победителем из всем известной игры. Прямо после того, как вы скажете «камень, ножницы, бумага», задайте своему противнику какой-нибудь каверзный личный вопрос. Сразу после этого начинайте считать, как будто ничего не произошло. Вот увидите, ваш товарищ автоматически выберет ножницы, как подсознательный механизм защиты. Как вы уже поняли, вам остается лишь выбрать камень, и вы гарантированно станете победителем. Отдолжение. Если вы хотите без труда влиться в новую компанию, привлечь внимание парня или девчонки, вам нужно лишь попросить человека о чем-нибудь. Дай мне денег, дай мне денег, дай мне денег, дай мне денег, дай мне... Это должно быть что-то максимально простое. Эй, ты бяни, дай мне свой кофе, живо! Например, попросите подать вам вон ту штуку, которая далеко от вас лежит. Когда люди оказывают вам услугу, это заставляет их думать о вас, и вы автоматически начинаете им нравиться. Представляете, как все просто? Заставь друга подавиться. Готовы напоследок сыграть с другом злую шутку? Что ж, тогда вперед. Поспорьте с ним, что он ни за что не сможет отличить на вкус натуральное молоко, обезжиренное молоко и молоко с низким процентом жирности. Если ваш друг уверен в своих суперспособностях и захочет доказать вам обратное, завяжите ему глаза и попросите сделать глоток из каждого стакана. Как только завяжете ему глаза, поменяйте последний стакан молока на стакан апельсинового сока. Когда он соберется сделать третий глоток, его мозг приготовится ощутить вкус молока. Но не тут-то было. Когда ваш друг почувствует неожиданную кислоту апельсинового сока, это заставит его подавиться и, скорее всего, его даже стошнит. Так что, прежде чем провернуть такое, запаситесь полотенцами и тазиками. Они вам точно понадобятся. Прикольные гаджеты, технологии будущего, удивительные изобретения и другие крутые фишки, связанные с техникой, на канале Техзон. Подписывайся, не пожалеешь. Ссылка на экране и в описании. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение.